Глава номер 15. Через тернии к звездам. Ойстер Бэй. 26 сентября от 1921 года. Итак, ребята, финальная глава в нашей истории. Я не представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Да, теперь это вопрос только времени. И время это пришло. Вита Скалепта. Да, алло. Вита, это Эдди. Слушай, приходи. Да, я угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карла ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Виттон. Ну, Эдди тоже в курсе всех тем. Ну что, оденемся, как в последний раз. Ну, погнали. Берем солидную тачку и вперед. А солидная тачка сейчас подъедет. И знаете, кто в ней будет? Лео Галанта. Садитесь, пожалуйста. Эй, старик. Ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чу. Так, да что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты. Половина людей мистера Чу убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карлу. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карлу. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чу. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карла, это тебе спустят? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карла Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановите. Помни, мальчик. Это твой последний шанс. Ну что ж. Финальный аккорд, дорогие друзья. Теперь все зависит только от нас. Нам нужно убрать самого главного лидера ими Фалькона. Именно Карла. И, соответственно, мы сейчас с вами отправляемся в обсерваторию. Давайте какую-нибудь машину сейчас угоним. И вперед. Например, вот эту. Прости, чувак. А ну вылезай. Своли отсюда. Ну и обязательно, ребята, проднем в своем канале еще Mafia Definitive Edition первую часть. Mafia The Lord Heaven оригинальную. И Mafia 3. А также Mafia есть еще это не переиздание, а какой-то мод там называют. Не помню название, ребят. Не буду видеть, как оно есть. Там есть вырезанные миссии. Тоже, кстати, направляем на своем канале. Если Бог даст, я не попаду туда, куда все попадают в ближайшие два с половиной года. От начала даты. Ну вы поняли, куда, ребят. Если Бог оградить, я обязательно продаю. Если нет, тогда смотрите то, что у нас есть на канале. И вспоминайте обо мне как от человека, который подарил вам эти прохождение и эти стримы. Ладно, не будем о плохом, будем только о хорошем. Да ладно, не дуди ты там. Твои фары. Тачка прям прикольно смотрится. Вот с этим дождем прям красный цвет такой прям грубый такой, яркий, жесткий прям. Классно. Классно. Ладно, бывает. И оно уже нам не нужна, эта машина. Мы сейчас доедем с вами до обсерватории. И все решится только там. В ближайшие 20-25 минут прохождение этой миссии и все закончится. Так-с. Почти ребята на месте. Еще может быть минуту-полторы ехать. Вот такой перекресток, хрен разъедешься, да? По правилам, естественно. На броне-то всегда проедешь вперед. По правилам это было бы уже гораздо тяжелее. Простите. Так получилось. Ну вот она, ребята, эта обсерватория. Вот-вот это красивое место. Давайте припаркуемся, как столидный дядька, который когда-то имел авторитет в семье Климента, семьи Карла Фалькона, ну и, естественно, Фрэнка Винчи. Хотя Фрэнка Винчи вы никогда не были в этой семье, но все равно. Они Ана знают, они нас видели, они присутствовали, когда нас брали в семью Карла Фалькона. Ну что ж, вот она, эта обсерватория, дорогие друзья. А мы с вами сейчас будем вступать в последнее столкновение с людьми Карла, Капа и, естественно, бой будет с самим им. Ну что ж, смотрим. Привет, Витов. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только, только одно, Витов. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Узнаете эти рожи? Одна рожа была тогда, когда вышибала деньги с моей сестрой, а вторая будет в конце, когда будем убивать Карла Фалькона. Это вам просто так. На вскидку, ребят. Ну что, готовимся к финалу. Погнали. Что это за манёвр был? Это странно, сделал он так, где-то придурок. А ты чего прячешься, придурок? Ха-ха-ха. Тебе ловит, блин. шляпу потерял, да? А-а-ха-ха. Сука. А-а-ха-ха. Знаете здесь сколько охраны? Человека на 50. Ну, могу ошибаться, мне кажется, здесь полтинник прям просто. Ну, смелее. Не хочешь? Хорошо, я сам-то да. Ни хрена себе. Что-то я не помню, тут гранаты кидали. Может быть, я запамятовал этот момент. Ну да ладно. Мы ему отплатили той же монетой. Так, он мне что-нибудь покидать-то? А, ничего не надо, все забрали. хорошо. Граната, это было что-то новое. Ну, не то, что новое. Можно я просто забыл про эту пачку. Если я помню про гранату. О, А чё ты лжешь-то, придурок? Неужели вы думаете, что такие Супер Рэмбо Раз попали в семью Да нет, ребята, вы обокновенные люди, такие же, как и я Ни больше, ни меньше Ладно, заходим дальше Я думаю, что здесь, наверное, больше полотенников Мне кажется, я просчитался количеством людей Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Так, окей А ты не прячешься, да, чувак? Клоун Так, ну что, смотрим финальный ролик Практически финальный ролик, ребята, заходим Смотрите, кто пришел Вот кого они послали Это оскорбление Что они тебе сказали, Виттер? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты договорил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины Но твой приятель все понимает А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же Верность странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой Ха-ха-ха-ха Ты просто шестерка, Вита И всегда я ее был Когда ты наконец поймешь Джо Просто доверься мне Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых бердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита Как Клеймен ты использовал Как я тебя использовал Как эта крыса Генри Ты поручился за эту мразь? Привел его в мой дом? А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь? Давай, Джо Эй Собираешься нажать на курок? Ну давай Чего ты ждешь? Вита Давай убьем, подонка На счет три Раз Два Три Нормально все стреляй, не гони Давай, быстро, пошли Пошел ты Стреляешься Еще один околканцы Я посмотрю Я до тебя доберусь Я хочу кранусь нету Подожди, ты живу здесь, граната, а я прям фун Я захожу А вот они, картели Ой, прикрой, прикрой, братан Давай вот сожгем этого козла На Сожгли мы этого ублюдка Но мы будем делать это именно так Последние десять лет я только убивал, и все Я убивал за свою страну Убивал за свою семью Убивал всех, кто переходил мне дорогу Но это Это для меня Пошел ты Долбовый хрен Справились, да, братан? Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете Не волнуйся, все на мази Пойдем, Джо О чем он тут говорил? Он сделал мне предложение Вот и все Да, это-то я понял Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал Сказал, что сделает меня капа Даст свою команду В общем, все, о чем я мог мечтать Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне пять баксов должен Пять баксов? Ну, хорошо Итак, финальная, ребята, сцена Это еще что? Порядок, Джо Готово? Готово Ну, ладно Тогда есть что отпраздновать Поехали Навестим девочек Мне нравится Пошли со мной, Виту Нам нужно еще поговорить Ладно, увидимся там Ладно Что там за тайны? Эй, эй, это еще что такое? Куда они везут, Джо? Прости Прости Себя Увидимся